Итак, представь себе персонажа. Главного героя, как в книжке, в театре или в кино. Ну, не цифровом, не на флешке какой-нибудь, а на плёнке. С проявкой, с хорошим зерном. Старая школа 35 миллиметров. Я прямо вижу это на экране. И это не голубой экран, не телек, Рэймонд. Это старое, доброе, широкоэкранное кино. Мы профессионалы, называем это аноморфот. Он же формат 2.35 к одному. Давай же отправимся в это кинопутешествие. Ведь это кино, Рэй. Прекрасное, прекрасное кино. Итак, мотор, камера. На экране наш главный герой. Приятный мужчина в самом расцвете лет. Просто красава. Его зовут Микки Пирсон. У Микки уникальное прошлое. Родился в Штатах, вырвал зубами стипендию в Оксфорде, так что спелёнок умён, но беден. Микки из американской глуши попадает прямо в тысячелетний университет старой доброй Англии. Изучать чёрную магию растений и водства. Но диплом он не получил, домой не уехал, ибо нашёл своё призвание. Дерзкое призвание. Бандитское. Он начинает продавать весёлый ганчубас мажором-корешкам по универу и понимает, что у него это отлично выходит. Он ставит себе чёткие цели и с лёгкостью лавирует по всем этажам кривой социальной лестницы. Он использует все достоинства своих достоинств. Словно голодный зверь он, властен и беспощаден, хитёр и лобок, умён и очарователен, но на пути не обошлось и без шалостей. Ему надо было закрепить успех, доказать, что он не просто зубы, загар и задница. Слабаком его не назовёшь, да? О, нет. У него есть свой стержень и ствол всегда наготове. В общем, наш Микки слегка запачкал руки, но кровью и потом он заслужил, так сказать, своё место под солнцем. Простившись с прошлым, он устремился вперёд с уверенностью первооткрывателя. И теперь его состояние сколько? Сто, двести, пятьсот миллионов. Но тут сюжет закручивается. Он дошёл до перепутья жизненных дорог. Средний класс и средний возраст взяли своё кровожадность, его поутихло. Он размяк, он хочет забрать выигрыш и выйти из игры, кажется. Он даже нашёл идеального покупателя. И тут резкая склейка. Интерьер, званный приём. Я хотел бы поблагодарить Майкла Пирсона за его бесконечную щедрость и заботу. У Микки сложились близкие отношения с просвещённым эрудитом, мужчиной широких взглядов, Мэтью Бергером. Да, Рэймонд, я в курсе. Еврей, миллиардер и ковбой. Ещё один осколок Америки, прибившийся к нашему королевству. И, наконец, Мэтью Бергер потряс нас своим решением финансировать всё отделение когнитивной терапии. В общем, они познакомились хрен знает где. Наверное, на международной конференции драгдилеров в Лас-Вегасе. Они провернули пару мелких делишек и теперь готовы играть по-крупному. А вот это было внезапно, Мэтью. Теперь понятно, почему вы во главе стола. Красиво прошли под радарами, Шелунишко. Возбудили всё дворянство. О, да. Возбуждать – это моя слабость. И одёжку вы каждый раз подбираете согласно случаю. Естественно. Я полагаю, что в жизни необходимо заслужить право на всё, в том числе право выбирать себе любой гардероб. Одеваюсь я по погоде. Для каждой погоды – своя стратегия. Начинается танец альфа-самцов. Они говорят вовсе не про одежду, Рэймонд. Хрен там. Они, как собачки, обнюсивают друг другу интеллектуальные задницы. Проще говоря, меряются членами, Рэймонд. Майкл, я уверен, мы отлично сработаемся. Извините нас, мы отойдём. Да, конечно. Надо попрощаться с хозяином. Ну, что скажешь? Я не уверена. Он лис, а лисы легко предсказуемы. Евреи евреи всегда раскосят. Если это лисо запустить в курильник, оттуда полетят пух и перья. Сразу же после охоты на фазанов парочка начинает друг другу нравиться. Всё складывается удачно. Охренительно удачно. Потрясающе, как выросло ваше предприятие. И я совершенно не понимаю, как вам это удалось. А ведь трава – это моё поле. Как можно вырастить 50 тонн суперсканка в полной тайне от всех остальных? Похвала от вас вдвойне приятна, Мэтью. Полагаю, ваш блистательный мозг весь в слезах от бесплотных догадок. Гениальность нужно признавать. Напомните мне свои цифры. 200 миллионов валовой прибыли в год, 100 миллионов чистой. Но ведь ваши люди уже несколько месяцев всё анализируют. Последняя цена для вас – 400 миллионов. Ну, вы и так в курсе. Пошли. Могу ошибаться в нулях и деталях, но главное на кону – большие бабки. Вопрос. Сколько может стоить моя возможность взять и сорвать всю эту сделку? Ответ. Жадный человек просил бы половину от цены, но умный человек знает, что 20 миллионов вполне достаточно для того, чтобы все остались в достатке. Ты хитрая и умная старая жаба Флетчера. Как же ты всё это придумал? К сожалению, это вовсе не я. Это Большой Дэйв. Он заказал мне проследить за Микки. Просто разнюхать, приглядеться, порыться в мусоре, найти грешки. Микки Пирсон – гнусный янки-гангстер. Мы его похороним. У него завёлся новый дружок – лорд Прессфилд. Вопрос. Тот самый лорд Прессфилд? Его светлость – герцог? Да! Он был четвёртый в очереди на трон. Микки Пирсон каким-то образом ему в задницу без мыла пробрался. Это твоё, Флетчер. Нужен твой нюх, твое воображение, твой креатив. Ты же моя любимая ищейка. Я считаю, главное – не забывать, с кем имеешь дело, Дэйв. Да, я и не забываю, Флетчер. Тогда главное – проследи, чтобы Чек в этот раз не разочаровал. Цифры – 1-5-0-0-0-0. Он хочет его уничтожить. А я хочу оказать вам услугу. Да и ты без прибыли не останешься. По этому сценарию можно снять нормальный фильм, Рэймонд. Можем вместе его сделать. Будем партнёрами. Я у вас научился. Главное – не забывать о себе. Я решил, что мне пора. Солнце у меня уже не на рассвет, Рэй, а на закат. Из чего большой Дэйв взъелся на моего босса? Два месяца назад этот твой Микки заставил моего Дэйва почувствовать себя идиотом. Генри! Микки! Как именно? Он не подал руки. Дэйв из Дэйли Принт. Да. Нет, я издатель Дэйли Принт. Оказалось, что Дэйв всей мощью своего таблоида обрушился на одного из лордов Микки. Похожая его светлость и случился перетрах с привлекательным юным лакеем. Бомбануло, будь здоров. Деньги уплыли, жена за ними, даже дети его прокляли. В общем, Дэйв, может, и правда козёл. Но никто ему этого не скажет. А то, не дай бог, потом в газете окажешься. Но твой Микки – настоящий чемпион. Он опустил Дэйва на глазах у тех, в чей круг Дэйву так хочется попасть. Этих лордов и леди, с которыми Микки держится так уверенно. Господа, извините. Он практически снял с Дэйва трусы при всех. Полагаю, тебя послали нахер, Дэйв. И тот сразу сдулся, как шарик. Из-за такой фигни стирать порошок. Ну, не знаю, что тут ответить. Вынь-то по-лошему Микки. И главное, вынули бы, если бы не... Брось свои грязные фантазии. Тебе давно пора домой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.